Все самые простые вещи одновременно самые лучшие Сказал однажды Наполеон Бонапарт Где и при таких обстоятельствах до сих пор остается загадкой Однако доподлинно известно, что суть этого высказывания отразилась в изобретении тюменских ученых Глубокие лужи после дождя и талого снега в межсезонье В Тюмени последние несколько лет ливневая канализация под землей не справляется с нагрузками Вода из новых микрорайонов стекается на центральные улицы Итог – потопы на дорогах и во дворах Это по принципу реки То есть река формируется, большой поток за счет ручьев, малых рек и так далее Мы предложили и предлагаем на сегодняшний день отсечь вот эти маленькие ручейки То есть путем применения локального использования данной точки Знакомьтесь, Виктор Перекрестов, директор Тюменского завода по производству гофротруб Резидент технопарка, автор одного запатентованного изобретения Четверть века его организация занималась производством электрических и сантехнических труб А несколько лет назад компания создала инновационный продукт Просто пришла такая идея, что почему бы нам не сделать с этой же трубы, которую мы начали производить Подобное кольцо только вот с отверстиями В течение полутора лет мы сами сделали станок свой, вот, как говорится, на коленке Дренажные колодцы предназначены для удаления воды с поверхности земли в грунт Запатентованная конструкция увеличивает скорость осушения Гофрированные трубы склеены между собой по особой технологии По всей поверхности крохотные отверстия Через них-то и происходит отток воды дождевой и леталой Применяют разработку на дорогах, где нет центральной ливневой канализации На самых низких участках дворов, а также под водостоками с крыш домов Изначально сырье поставляли с центральной части России, но в 2014-м получили поддержку от областного департамента по инвестиционной политике Несколько миллионов рублей В 2015-м запустили производство Сегодня сырье полимерная крошка Ее поставляет Тобольский завод нефтехим Мы сегодня имеем возможность выбирать сырье Это очень важный момент Это сырье не только по качеству сегодня, но и по сумме То есть по цене мы можем выбирать себе сырье И если сравнивать с мировыми аналогами Будто Прибалтика, будто Германия, будто Польша Мы сегодня имеем сырье значительно Даже с Китаем мы имеем дешевле сырье Потому что нет ни у кого нефти, нет газа А у нас есть Заказчики частный сектор и муниципалитеты Последние, кстати, испытывали систему в качестве эксперимента Первыми на ноу-хау решились в Калининском и Восточном округах На улицах Ямской и Олимпийской Плюс весомые При установке не нарушается полотно проезжей части Разработка себя оправдала Сейчас такой метод борьбы с потопами Включен в программу благоустройства дворовых территорий За два года установили 100 штук Мы взяли вот такой Имитируем якобы колодец из железобетона Который имеет плотные стенки И имитируем наш колодец Который имеет отверстие по всей плоскости Мы взяли нашу дренажную трубу Которая имеет отверстие И вы можете сейчас залить И мы посмотрим, с какой скоростью Как будет происходить отток воды Именно как бы изнутри колодца То есть мы накапливаем внутри И смотрим, как это быстро отводится Ну давайте Начнем с простого колодца Вот видите, набралась Все, выливайте сюда Так, и еще одно Вот смотрите, видите, как происходит Со всех сторон, с боков Все пошло Здесь только снизу идет И здесь совсем И данным экспериментом мы показываем Что эффективность отвода воды В нашем колодце Гораздо выше, чем при применении железобетона То есть железобетон хорош для других целей Железобетон не является дренажом Это важный момент Просто раньше, в старые времена Доброе Альтернативы не было И все использовали только железобетон На сегодняшний день есть альтернативы Есть заменения Во-первых, это не только отвод воды Эффективность, это еще и по цене дешевле 50 лет он будет стоять смело Заказы по всей России Омск, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Казань и Екатеринбург Колодец подручный Здесь не нужна техника Манипулятор Люди вырывают По крайней мере, двухметровый колодец Можно вырыть руками Одному человеку поставить вниз И закопать То есть это подручное Не то, что кольца То есть кольца на самое легкое кольцо Весит 600 кг Нужна спецтехника Схожие системы есть в Финляндии и Германии Конструкции специфичны Цена их в несколько раз выше На мировом рынке тюменцы уже засветились После выставки инопром Изобретением заинтересовались в Кувейте и Саудовской Аравии Они подумали, что данную систему можно использовать Не как отвод, понижение грунтовых вод, сбор А наоборот, в качестве как орошения засушливых мест Что мы предлагаем? Аккумулировать такую воду дождевую В таких им костях Периодичностью какой-то И она за счет аккумуляции Постепенно будет насыщать В засушливых местах Грунты И таким образом можно создавать Оазисы в пустыне Вот такие разработчики Живут в Тюменской области А если и вам есть что нам рассказать Пишите И в следующий раз мы расскажем Именно о вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова